Около двух десятков работников коммунального хозяйства Турмы с утра собрались у здания Шимкенского Акимата. Возмущенные граждане говорят, компания задолжала им зарплату более чем за два месяца. Собраться, как было запланировано всем большим коллективам, не удалось. Начальство под угрозой увольнения запретило проводить митинг, утверждают рабочие. Угроза, что с работы уволят, какие-то меры. Сейчас мне сказал директор, что давайте рапорт напишите. В общем, возьму и бригаду. Вообще, говорит, трансформируйте все. Размер зарплаты в Турмыс тоже оставляет желать лучшего. Но если вовремя все получать, то кое-как можно дотянуть до следующей, рассказывают сотрудники. А пока, чтобы прокормить свои семьи, люди вынуждены кормиться фактически у мусорных баков. Деньга нету сейчас, не даю. Кредит еще не закрыла. Кушат, вот. Вот только найдем, вот баклажка собираем, а вот это. Если мягким лепешком, возьмем. Из квартиры нас уже выгнали. За свет, за воду не можем оплатить. Тоже отключили. Вот не одна у всех-то. Пенсионное начисление нет. Задача рабочих Турмыс с утра в любую погоду обеспечивает надлежащий вид улиц и дворов города. Труд этот во всех смыслах не из легких. А тут еще на носу начало учебного сезона. Почему каждый месяц выделяют, перечисляют деньги, финансы? Эти деньги куда деваются? Почему контроля нет над ЛТД Турмыс? Народ возмущен тем, что скоро детям в школу пора. Все подорожало. Учебники, тетрады. Из квартиры их выгоняют. Задолженность работодателя перед работниками на сегодняшний день составляет около 100 миллионов тенге. Почти тысячи, смотрящих за чистотой, фактически остались без средств существования. Руководство предприятия уверяет, задержка зарплаты явление временное. И на это есть серьезные причины. Уточнение в бюджете в июне месяце у нас не было. Сейчас в данное время мы все это восстановили. Сами понимаете, когда тендера, значит мы через тендер все это получаем на законных основаниях. А тендер, сами понимаете, определенное время должно пройти. Вот, например, если тендер заявку, когда участвуешь, там 30 дней определенно должны пройти. Вот из-за этого немножко задержка была. Погасить задолженность по заработной плате руководство предприятия обещает на следующей неделе. Но такие низкокалорийные завтраки эти рабочие предприятия получают ежедневно. И в тонкости правила проведения тендеров по-казахски больше вникать не собираются.